ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, сегодня все будет немножко по-другому. Сегодня будет совсем не 4 команды, а целых, в общем-то, надо сказать, 10 команд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, как вы вообще ставитесь до Чернигівского КВН? И как вы оцениваете ревень Чернигівской Лиги КВН на тлі других? Ну, я оцениваю его очень высоким ревнем, потому что я одним, напевно, из лучших в Украине. И то, что делают ребята, и залучают из всей Украины, и не только из Украины, а и белорусские команды до нас приезжают на выступы, то это показатель того, что организация на высоком уровне, свята КВН, и команды с удовольствием приезжают. Для нас это очень приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, до гумора, по-перше, ставлюсь дуже позитивно, мабуть, років 10 тому назад, мене в одному из интервью запитали, что вам на сегодня нравится, на найбільше на телебаченні, я відповів, что КВН. Мы тогда, действенно, когда даже выезжаючи на змагания за кордон, брали тогда еще видеокассеты, потом диски, а потом уже перейшли на интернет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подобаются сейчас украинские команды, я так понимаю, что они на подъеме, був такий певный спад, а сейчас КВН, саме в Украине, я сподіваюсь, что КВН будет расцветать, и будет более мощный в нашем месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА З какими критериями вы будете в журе их оценивать? Какой-то так, от души, или что-то там что-то запланировали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы оцениваете свои шансы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошие шансы у нас есть, мы готовились все-таки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Богдан, я от тебя беременна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас наша постоянная рубрика «Чим живешь, Ирпинщина?». Скажите, таке запитание, если сравнивать ваш гумор с травой, то какая трава это будет? Паштет с печенки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что-то винегрет такое вот как-то. А может быть, селедка под шубой? Короче, вот такая есть как бы шуба, да, это как бы шуба. И селедка под низом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парень готовит к своей девушке завтрак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как справа в Мариуполе? Как у вас там все нормально? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Море? Калышется? Плещется? Упаль. Упаль. Упуль. А у нас весеннее обострение. Любовь в подъезде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пуф, пуф, пуф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сынка. Выходи за меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходи, выходи. Кость, ты же завтра протрезвеешь и не вспомнишь. Нет. Вспомнишь? Нет, нет, брата, я сверю. Ну и зараз наша постейная рубрика «Море волнуется раз». Тому такое запитание... Бородатая фигура на месте замри. Якщо поревняти ваш гумор с морской рыбой, то яка рыба це будет? Ээээ... Дельфин. Шерьезно? Дельфин это не рыба, кстати, это млекопитающе. Тем более. Если честно, мы выступаем для зрителя. Нам как бы оценки жюри — это их личное. Да-да-да-да. Но все знают, что мы крутые, поэтому... Она. Друзья, у алкоголика день короткий. Ой, как плохо! После вчера что... Все, с завтрешнего дня не бухаю. А ты вчера и не бухал. Кто ты? Ёлочка. Так я вчера и не бухал. Заскучилась. Для начала расскажите, как вы оцениваете ваши шансы в Чернигівской лизе КВН? Ну, как? Нормально. Ну что, вы сегодня подготовились? Ну, мы подготовились, але чи подготовились глядачі до нашого виступу. Черниновщане! Готовы ли вы плакать от смеха? Хватит ли у вас совести не спиляться с почти динского юмора? Готовы ли вы принять так, когда мне куласть и стресса? Готовы? Да да! Клабака забывай! Откачай супер, развещися пилоти. Хотя бы ни на что вы люди хали, а нас ухажали, что вы все держали клабаке. И сейчас наша постоянная рубрика «Людей нема в свете несерьезных». И таке запитание «Что надихает вас на гумор?» Конечно, столько на производили, что же нам три пихнули. И третий день за колесами таскает. Ну а зараз наша постоянная рубрика «Видоме про невидомих». И наступное запитание. Если ваш гумор порівняться с дикой твариною, яка тварина это будет? Это гусь, но это понятно. Вопросик под вас. Да, это как раз четко. Ну, в общем, шансы вроде как у нас неплохие. Показали все, нас отредактировали. Да мы порвем всех. Давай так, да. Готовы, как всегда, готовы рвать, шутить, танцевать, петь. Все как обычно. Все готово. А давайте посмотрим на собаку патриота своего города. «Турзик! Черник! Вау! Черник! Вау! Черник! Вау! Черник! Вау!» Ну что ж, хлопцы и девчата. А что она тут роботит у вас? Это приглашенный актер «Надежда», самый лучший, кстати. «Мой компас земной?» Мой компас, мой компас лучший. «Смотри, какие березы белые в черную пару сучку. Да. Смотри, какие облака большие, маленькие. Да, вижу. А смотри, какой стул фонарный металлический. Да, да. А смотри, какой асфальт серый. Да, долго же ты в колодце сидела. Зараз наша постійна рубрика «Від широго перца». И таке запитание. «Якщо порівняти ваш гумор з овочем, то який овоч це буде?» «Мальчик». «А сколько?» «Три пятьсот». «Это с диджеем?» «Как вы оцінюете свои шансы у чернигівських Лизи КВН?» «КВК» или как там?» «КВУ». «КВУ». «Сегодняшняя игра покажет. Материальчик новый, поэтому посмотрим. Мы настроены серьезно». «Мы чувствую себя увереннее, чем Никита сейчас. Но я думаю, у нас все получится». «Робе, робе, робе». «Музыка» «Это наша эмблема». «Да, у нас просто є друг. Він такий фотошопер класний. Ромка, кстати, привет. Якщо побачиш, то це тобі дало. У вас є гроші на дизайнера, да?» «Якого дизайнера». «Ми ж фестиваль лупанули так. Ну, мопедник купили, тому що, короче, сказали, що десятку тільки можуть в кінце дать. Трошки не хватило». «Ну, форму взяли собі, от бачите, таку кофти ходить оце». «Готово». «Ага, пристегнувся». «Ага, с ручника сняв». «Ну да, трогай». «Ей!» «Зараз наша постійна рубрика «Мальовничий передзвін Полтавщини». Хотілося б запитати, якщо ваш гумор порівняти з свійською твариною, то яка тварина це буде?» «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е». «Пацик з села спалився в городськом клубі». «Ток-капа з голубочі все танцують, з Горцайськи роботи усу». «У, Ванько, у нас такі дівчатки». Как вы оцениваете ваши шансы в игре сегодня? На все 100. Сегодня будем пытаться рвать и метать визитку и просто бомбить то, что у нас приглашенный гость, супер-пупер звукач, видео, самое крутое будет видео. Потом экспресс, электричка, биатлон, там тоже лопаем и еще какая-то разминка, там тоже будем лопать. У нас в общаге живет курка, а для вас миниатюрка. Представьте, пацик с общаги готовится до очень-очень важной контрольной работы. Зашко, ну не мешай мне. Я не тебе мешаю, я собі мешаю. А сейчас наша постоянная рубрика в объективе гумор. И хотел бы спросить, если сравнивать ваш гумор с напоем, то какой напий это будет? Ваня ответит. Три звезды. Охранник на заводе по производству краски. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Сейчас наша постоянная рубрика «Гомель слезам не верит». Если сравнить ваш юмор с растением, то какое растение это будет? Кактус очень жесткий. Очень жесткий юмор. Перекати поле. Это растение? Да. Оно динамично, оно катится, не стоит на месте. Лев Лещенко слишком выдрессировал свою собаку. Давай, Шарик, как я тебя учил. Шарик, лежать. Молодец, Шарик. Давай, Шарик, сидеть. Ой, какая хорошая собака. Шарик, лай. Лай, лай, лай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы знаем только одна белорусская команда здесь. Успех у них был. Кляки, Кляки, Гомель. Ребят, знаем, как бы… Ну, надеемся, что не попортим впечатления о белорусах. Дорогие друзья, мало кто из вас знает, но уже в Древней Греции Влада Ка играет в морской бой. Итак, два «Пока Олимпа» играют в морской бой. Ка-2. Убил. Ка-3. Убил. Ка-2. Ха-ха, воскресил. ДО-8. Сейчас наша постоянная рубрика «Евгенкин кинозал», потому что оператор у нас Женя, он снимает. И наше таке вопрос, если сравнивать ваш гумор с кинофильмом, какой кинофильм это будет? Напевно, это будет «Людина на месяц». Если кто-то стекает, моя такса 500 баксов. Знаю, дивный мя для собаки. Монокоманда, так сталося у меня в жизни, что больше никто не хочет играть в КВН. А я хочу. И я подумал, а бісі з ним, пограю сам. Я думаю, саме зараз час заспівати пісні української. Гей, гей, егей, егей. Это неукраїнська пісня. Что? Неукраїнська пісня? А чтоб вы знали, люди мои добрые, не может быть неукраїнськой пісня, в которой есть слово «гей». Аплодисменты. Гей, гей, егей, 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 егей. Українська пісня. Гей, гей, егей, 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 егей. Украинская песня! Оцениваю прекрасно. Прекрасно оцениваю шансы. Я просто не бачив інших команд, бачив только себя. Ну, из тех, что я бачив, я самый смешный. До речи, интересный факт про собак. Собаки могут стати ось так. Собаки могут сесть ось так. Собаки хочут бачить твой взгляд. Им это очень приятно. Друзья, сразу же откровение. Я просто обожаю Черниговскую Лигу КВН. Ну, чтобы вы понимали, все команды с этой сценой мечтают попасть в телек. Я, будучи в телеке, уже мечтал скрип в Черниговскую Лигу приехать. Ну, последним часом ты только занимаешься тем, что ездишь по разных Лигах КВН и разрываешь их, да? Да нет, вы ошибаетесь. Я езжу очень редко, а уже касательно разрывов так вообще. Давно такого не было, уже стар стал. Молодежь вперед рвется, разрывают молодежь, а мы что? Я не знаю, что в тебе есть какие-то результаты, и тем больше телевизионные проекты. Результаты есть, но наша команда не придает им никакого особого значения. Не отыграли, слава богу. Наша главная функция – это чтобы зал остался довольным. А результаты мы не коллекционируем какую-то статистику, не хвастаемся своими победами. Выиграли, слава богу. Друзья, за этот месяц в моей жизни произошло очень много нового. Я человека спас, ну с девушкой остался. Черниговская лига как бы в этом году стала для меня таким плацдармом, чтобы заставить себя работать, потому что только в этой лиге в Украине у меня, пожалуй, не осталось никаких архивов, и каждая новая игра для меня с чистого листа. Поэтому я сам никогда не знаю, чего от себя ожидать. А способ нашего выступления – Черниговское управление статистики. По статистике каждая вторая Ведмила и Виктория замужем за директором паримахерской. Как оцениваешь свой статус в цегоречной Лизе Черниговой? Ровненько. Мой статус в активном поиске. Обычный случай в семье. Алло. Здравствуйте, Светлана Павловна, можно? Бабушка, бабушка, тебе опять твой самый лучший друг звонит. Мужики, однажды попадая во френд-зону, мы вискуем остаться в ней навечно. Не бойтесь вовремя пробить по деснах. Стоп. Хематайм, как говорят. Хематайм. Ситуация такая. На второй висенце произошла такая неординарная подия. Мы должны вам объяснить, чтобы вы не подумали, что это был какой-то гумор или розыгрыш. Значит, сталося таке. Наш друг Артем Данницкий. И он всегда любит какие-то сюрпризы, какие-то нестандартные вещи. Что это было такое? Артем любит что-то такое оригинальное в своем выступлении сделать, но в этот раз его заставили. Он, собственно, и не отказался. Любовь заставила. Его заставила сама любовь. Вы увидите, что на сцену вышли серьезные люди. Не, просто хочу объяснить, кто. Да, да, да. Кто признавался так. Вот этот весь антураж, да, вы увидите, я надеюсь. Вот. Это не розыгрыш. Это справедливое признание. Да, да, да. Это не жаль. И действительно настоящая девушка ни о чем не подозревала. Девушка черниговская, парень гомельский. Это ребята познакомились на одном из таких вот фестивалей международных здесь в Чернигове. Фестиваль называется Перекресток. Вот. И парень ездит из Гомеля на каждую игру черниговской лиги КВН. Видится со своей любимой и ходит на КВН. И вот он говорит, ребят, настолько люблю лигу. Я сейчас слезы буду хватать. Да, спрячь. И вот говорит, хочу реально, хочу признаться в любви, предложить руку и сердце своей возлюбленной, чтобы мы в итоге поженились. Хочу сделать это красиво, хочу сделать с помощью прекрасного КВНщика Артема Домницкого. Ну, а как это обиграв Домницкий? Да. Все это воплотили в жизнь черниговская лига Артем Домницкий. И даже Валерий Семенец хочу таки упомянуть, потому что он был таким тоже вот ручейной силой этого процесса. Дивиться на что сдатное коханя, наветь КВН. Друзья, вы не пугайтесь. Давайте просто представим, что все мы моргнули одновременно и ничего не случилось. Воздух начнет пропадать только через 4 минуты. А знаете, символично, на сцене стоит губернатор, хамсали нет света. Давайте посчитаем, сколько осталось человеку, который отвечает за это до расстрела. Один, два, три! Моя! Мне кажется, этому парню есть больше что сказать о этой девушке. Так получилось, что это прекрасный дел, помимо всего, недавно был день рождения. Саш, ты, безусловно, достойна большего, и все это для тебя. Таких аплодисментов разве что Тобик когда-то получал. Так, слишком много всего было сказано. Поздравления. Единственное, что я хочу тебе сказать, что ты действительно моя любовь. Ты действительно мой Марс. Ты выйдешь за меня. Горько! 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 Поздравляем нового родственную семью. Ребята, еще одна тема. Мы рады за вас, конечно. Но не забудьте на свадьбу пригласить меня и воды всех. Все будем свидетелями.